С 1 сентября в сфере образования вступили в силу новые изменения, которые затронут школьников и образовательные учреждения. Начальник управления образования Асяд Берзегова поделилась подробностями о том, какие новшества ожидают учащихся и как они повлияют на учебный процесс. С 1 сентября в 8-11 классах на всей территории Российской Федерации вводится предмет «Основы безопасности и защиты Родины». Это обновленный стандарт углубленного, скажем так, усовершенствованного курса ОБЖ. Останутся там какие-то классические темы тоже. Это правила дорожного движения, поведение при чрезвычайных ситуациях. Теория останется. Добавится еще то, что дети узнают о роли России в современном мире. О том, какую роль играет наша Россия в национальной защите жителей. Будет много практики. Это будет как своего рода начальная военная подготовка. То, что и было раньше. Я думаю, и так основы безопасности жизнедеятельности предусматривали несколько часов в практике. Но это будет уже более углубленная подготовка практическая ребят. Это и оказание первой помощи при разных ситуациях чрезвычайных. Запрет телефонов был у нас всегда, но на этот раз уже более жестко, скажем так, телефонами пользоваться не будут, прежде всего, в целях защиты самих детей. Во всех отношениях родители, я думаю, должны понять, что ребенку с телефоном на уроке делать нечего. Слава Богу, мы не живем в таком крупном мегаполисе, чтобы ребенок не мог найти своих родителей. Родители не смогли бы связаться через директора классного руководителя, узнать, закончил ребенок занятие или нет. Еще. С 1 сентября, я бы сказала, не вводится, а возвращается предмет труд, технология. Но этот предмет, если вы помните, так и назывался вначале. Труд, трудовое обучение, потом на замену пришла технология. Теперь опять возвращается труд. Кроме того, что дети конкретно что-то будут производить своими руками, девочки, допустим, готовить по рецептам, шить, мальчики за станками что-то творить, чеканки делать, то, что раньше делали. Кроме этого, это еще и ранняя профориентация ребенка. Труд, трудовое обучение вводится в начальных и в основной школе будет. Я помню, было время, когда поменяли труд на технологию. Я сама работала в школе. Многие родители были против того, чтобы дети чем-нибудь занимались на территории школы. А нас лично воспитывали на том, что труд облагораживает человека. Рада этому тоже, но завидую новым школам и тем, кто прошел уже капитальный ремонт, потому что там у них совершенно современное оборудование и на основах безопасности и защиты Родины, и на труде. Только им можно позавидовать. У нас такого нет, но мы упускать время не можем. Мы будем стараться использовать все связи современного образования. Допустим, мы можем договор заключить с какой-то школой, с какой-то организацией среднего профессионального образования и какие-то модули по договоренности проводить на базе этих усовершенствованных, скажем так, современных кабинетов. В заключении начальник управления образования подчеркнула, что все изменения направлены на улучшение качества образования и создание условий для всестороннего развития школьников. Важно, чтобы учащиеся не только получали знания, но и умели их применять в жизни.